И он стал эти колеса выкидывать, прям к нам туда в ограду, всяко-разно мужа материть, меня стал всяко-разно материть, унижать. Потом, вроде, участкового вызвали, вроде все, маленько успокоился. Жительница дома Побуденного, 91, Наталья Суботина рассказывает о том, как, по ее мнению, неадекватно в порыве злости ведет себя их сосед Виктор. Он живет в соседнем доме с женой и двумя детьми. Мужчине не нравится, что Наталья и ее муж установили забор, разделяющий их территории, тем самым якобы заступили на его земельное домовладение. Это случилось весной этого года. С тех пор Виктор ведет себя по-хамски, разве что кулаки еще в ход не пускал. Его не останавливает даже то, что семейная пара годится ему в родители. Наталья с мужем заехали в этот дом пять лет назад. Первое время соседи жили душа в душу. Яблоком раздора стало дерево. Ну, вроде как, шутка, я ей сказала, Лена, ну, говорю, придет весна-осень, будешь помогать убирать березу. Мы, говорю, убрали березу. Все, типа, в огород все летит, в ограду летит. И тля ест. Все, короче. Ну, она вроде смешком шутка ушла к Виктору, убежала. Он выскочил, давай там всяко-разно приносить, меня материть, оскорблять. Я говорю, да я вроде пошутила с вами. По словам Натали Субботиной, скандалы начинаются после того, как Виктор выпивает алкоголь по вечерам после работы. Трудится он, кстати, водителем «Газели». Наталья говорит, совсем недавно Виктор своими разборками и оскорблениями довел мужа до прединфарктного состояния, который и так находится на инвалидности и ранее перенес инсульт. Сейчас мужчина дома, его выписали из больницы, нервничать нежелательно. Женщина переживает за мужа и хочет лишь одного – жить мирно с соседями. Повлиять на Виктора не могут и правоохранительные органы. Полиция не раз выезжала на место во время очередных конфликтов, рассказывает Наталья. К сожалению, пока мы общались с Натальей, сосед сел в машину и уехал. Оно и понятно – не захотел общаться с нами на камеру. Староста жилого района Татьяна Макарова в курсе ситуации и всячески пытается помочь семье завершить эту войну между соседями. Например, Татьяна Владимировна предлагает создать конфликтную комиссию. Это не первый конфликт между жителями в микрорайоне. За все годы работы возникали и не раз возникали. Но всегда беседы, приглашения, особенно на беседы в присутствии общественности, в присутствии представителей правоохранительных органов, они давали свой результат. Вот сейчас для чего мы просим создать конфликтную комиссию. Вернее всего, наверное, конфликтная комиссия существует в партии. И попытаться уже вместе, общими усилиями решить эту проблему. Татьяна Макарова написала обращение в департамент градостроительства. Совсем недавно пришел ответ, что соседи должны обратиться в суд. После заседания специалисты кадастровой палаты определят границы участков каждого из соседей. Однако решит ли это проблему? Ведь важно, согласитесь, чтобы соседи поняли – худой мир лучше доброй ссоры. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости.